Зеленского не пугают. Ему говорят об опасности. Мнение украинского журналиста и публициста Виталия Портникова. Далее цитируем. Владимир Зеленский наконец-то отреагировал на информацию о скоплении российских войск у границ с Украиной. Сделал он это в присущем ему шапкозакидательском стиле. Поведение, цитируем, нашего соседа, так Зеленский предпочитает называть Россию, его не удивляет и не пугает. Удивляет украинского президента то, что это неожиданно стало открытием для некоторых экспертов, журналистов, некоторых блогеров, которые подняли шум. Как раз тогда, когда это заявление Зеленского появилось в его телеграм-канале, государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой предостерег Россию от еще одной серьезной ошибки относительно Украины. «Нас беспокоит, что Россия может сделать серьезную ошибку, попробует повторить то, что она сделала в 2014 году, когда сосредоточила силы у границы, вторглась на суверенную территорию Украины и при этом несправедливо утверждала, что ее спровоцировали», — отметил Блинкен. «И мне интересно спросить у Зеленского и у тех, кто пишет все эти безумные посты в его телеграм-канале. А кто же такой государственный секретарь США? Эксперт, журналист, блогер, который поднимает шум? Или все же высокопоставленный чиновник одной из ведущих стран современного мира, ежедневно получающий отчеты от своих разведывательных служб и, в отличие от украинских руководителей, понимающий, что в них написано?» На улице Банковой вообще понимают, какими беспросветными безумцами украинцы выглядят в глазах цивилизованного мира. Когда ведущие мировые медиа говорят о скоплении российских войск, украинские чиновники начинают обвинять их в пропагандистской кампании и дезинформации. Директор ЦРУ летит в Москву обсуждать возможные риски с руководителем российского совбеза. В Пентагоне заявляют об озабоченности российскими действиями. Государственный секретарь США предупреждает об ответственности. А Зеленского хватает аж на бессмысленный пост в социальных сетях, где признание присутствия войск соседствует с упреками в адрес журналистов. «Если это не демонстрация полной политической неадекватности, то я не понимаю, что такое неадекватность. Кого вы боитесь, господин Зеленский? Боитесь разозлить Путина? Но Путин нападет на Украину вне зависимости от вашего поведения? И остановить его может только жесткая реакция США и других стран цивилизованного мира? Боитесь огорчить ваш электорат? Но люди, которые вас до сих пор поддерживают, до такой степени не понимают происходящего, что считаться с их представлениями о реальности означает угробить страну. А вы все же президент Украины, а не психотерапевт Путина и вашего инфантильного электората. Стоит об этом помнить, когда реагируешь на события, критические с точки зрения украинской национальной безопасности и перспективы сохранения государственности. И нет, я вас не пугаю и не предлагаю читать газеты. Достаточно, по-моему, того, что говорят в Госдепартаменте и Пентагоне. Уничтожение украинской государственности является важнейшей задачей лично Путина и стоящей у власти в Москве группы клептократов. Это, собственно, сейчас резонетра для этого государства. Уничтожение украинской государственности, этого они будут добиваться до конца этого режима. Но в то же время мы понимаем, что это не фанатики шахиды, а, кроме того, еще и крупнейшие бизнесмены, владельцы громадных состояний. Поэтому они хотят минимизировать цену, которую им придется платить за агрессию. А цена эта очень велика. Я думаю, мы еще сегодня об этом поговорим, о том событии, которое произошло в Вашингтоне. А я считаю, это историческое событие подписания украинско-американской хартии стратегического сотрудничества. Теперь уже никаких сомнений нет, что победила в администрации Байдена украинская партия, а сторонники Путин-Ферштейн потерпели поражение. И в самых недвусмысленных формулировках эта декларация заявляет о той громадной цене, которой Москве предстоит заплатить за агрессию. Москва поставлена сейчас в новое состояние. До вчерашнего дня они собирались провести еще одну операцию с Байденом. Вы, наверное, заметили, как назойливо Москва выпускала всякие лики и фейки о предстоящей встрече Путина лично с Байденом. Но благодаря усилиям украинской дипломатии, опиравшейся на большинство американского стендбишмента, поддерживающего глубинное государство, эту тенденцию удалось переломить. И визит Зеленского закончился с подписанием оборонного соглашения, которое сейчас на наших глазах реализовывается. Москва тогда затеяла притащить Байдена снова и снова попытаться выжать из него какие-то формулы в пользу Минских соглашений. После вчерашней декларации ясно, что этого уже не получится. И Москве придется решать очень серьезный вопрос. От цены никуда не идти. Готова ли она пойти на эскалацию, полностью восприняв ту цену, которую на нее наложат Соединенные Штаты? В случае агрессии будут включены и адские санкции, которые включают первое газовое и нефтяное эмбарго и второе, еще более болезненно, арест русского триллиона. Еще раз хочу подчеркнуть, что историческое, я вам скажу, соглашение, вот оно у меня здесь в записи. Самая главная строчка в этой хартии – это раздел второй. «Security and countering Russian aggression». Безопасность и противодействие российской агрессии. И эта карта полна этих убийственных для российской власти формулировок. В частности, Москва пытается отбиться все время своими европейскими партнерами. Те уже прямо называют Москву стороной конфликтом. Нет, нет, Москва хочет, мы не сторона, мы посредник. А вот подписанной украинской и американской картой является конфликт на Донбассе, называется «Russia-led conflict». Руководимый и развязанный Россией конфликт. И вот эта последовательность – сначала газовый шантаж Европы. Он уже очень им не нравился. И теперь вот этот шантаж. Знаете, это тактика живых людей, это тактика Чингисхана и Тамирвана. Вот монголы, они прирожденные всадники, одерживали всегда победы в открытом бою. Но у них были трудности с осадой защищенных городов. И они нашли новую тактику. Она называлась «хашар». Они бросали на защищенный город вот таких же людей, как Лукашенко бросает сейчас на Польшу. Пленных там, женщин, детей. Такой живой щит, на котором открывались. Это традиционная тактика средневековых диктаторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова